Деньги Деньги Именно тем обстоятельствам, в которых человек находит Бога В нищете очень часто, в трудных обстоятельствах, если говорить в общем Человек обращается к Богу и обретает веру Это то, о чем мы говорили на некоторых прошлых уроках И также на одном из них, на последнем, мы говорили о нашем отношении к деньгах И более конкретно о обольщении богатством Обольщение богатством – это выражение, которое Ишуа использовал в своей притче о сеятеле Это одна из тех вещей, которые препятствуют Слову Божьему, посеянному в человеческое сердце Производить плод Тот плод, которого Бог ожидает увидеть в нашей жизни Хороший пример этого обольщения есть в притче, которую Ишуа рассказывает о богаче Собравшем большой урожай и решившем построить новые житницы Для того, чтобы этот урожай сберечь Мы уже читали с вами эту притчу в одной из предыдущих встреч Но поскольку тема эта очень важная, я хотел бы, чтобы мы разобрали эту притчу внимательно Поэтому давайте откроем Евангелие от Луки В 12 главе мы найдем с вами текст этой притчи Но вначале я прочитаю несколько стихов перед самой притчей Которые покажут нам, в каком контексте Ишуа ее рассказал Это очень важно Увидите, в какой момент это было Итак, Луки 12 глава Я читаю со стиха 13 Некто из народа сказал ему То есть Ишуа, учитель Скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство Он же сказал человеку тому Кто поставил меня судить или делить вас При этом сказал им Смотрите, берегитесь любостяжания Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения И сказал им притчу И дальше следует текст притчи, к которому мы вскоре перейдем Вот такой контекст Что мы с вами здесь видим? Мы видим, что к Ишуа приходит, как здесь сказано, некто из народа То есть, просто человек И человек, который, очевидно, считал, что его брат Обделил его при разделе наследства И, во-первых, вопрос А почему с этим вопросом человек пришел к Ишуа? Ведь мы с вами, читая Евангелие, видим, что к Ишуа приходили для того, чтобы слышать учения Для того, чтобы исцеляться от болезней Почему вдруг приходят к нему с таким нестандартным, казалось бы, вопросом? Дело в том, что... Простите Дело в том, что Ишуа, он рав То есть, он учитель тары Тары, о которой он сам сказал, что он пришел ее не нарушить, а исполнить А тара, это ведь не просто свод правил личной морали Или указания о том, как поклоняться единому Богу, которому поклоняется Израиль Это также еще и уголовный и гражданский кодекс народа Израиля Если говорить современным языком А часть гражданского кодекса Это наследственное право То есть, свод законов, регулирующих Всякие наследственные моменты Вопросы, связанные с наследством В таре это есть написано черным по белому Например, в 21-й, простите В 21-й главе книги Дворим Книги второзакония Мы читаем там о том, что доля первенца в наследстве Должна быть вдвое больше доли других сыновей И учитель тары, конечно же, обязан был это знать И не только знать, но и наставлять этому других И поэтому вот некто из народа, человек какой-то приходит к еще как к учителю тары С просьбой Скажи моему брату, чтобы наконец начал исполнять заповеди тары Чтобы он разделил со мной наследство Несправедливо он поступает Конечно же, мы с вами понимаем, что забота этого человека была не о брате Который стал таким плохим евреем, что перестал обращаться с должным почтением к заповедям тары А о собственной доле наследства Он беспокоился Что на это ему отвечает Ишо? Ишо говорит, что заниматься разделом наследства это не его забота Почему такой странный ответ? Казалось бы, человек пришел обделенный Или, по крайней мере, с ощущением, что его обделили Мы не знаем, что там было на самом деле Но у него ощущение, что его обделили Несправедливость Может быть, даже грех и нарушение тары Почему Ишо отвечает, что это не мое дело? Не для этого я здесь Неужели его не интересует вообще справедливость? Иногда такое впечатление может создаться Например, если перелистать на пару глав раньше То в 10 главе того же самого Евангелия от Луки Мы с вами читаем о том, как Мария и Марфа Две родных сестры, у которых еще, как мы с вами помним, был брат Лазарь Принимали Ишо у себя дома И Марфа занималась всякими хозяйскими делами Накрывала на стол В то время как Мария просто сидела у ног Ишо и слушала то, что он говорит И Марфа говорит Я цитирую Господи, или тебе нужды нет В буквальном переводе тебя не заботит Что сестра моя одну меня оставила служить Скажи ей, чтобы помогла мне Несправедливость, Господь Исправь ситуацию Поставь вещи на свои места В ответ Ишо Очень мягко, простите Объясняет Марфе, что Проблема не в Марии А в ней самой И нечто похожее происходит здесь Ишо говорит так Почему? Потому что, во-первых, он знает Для чего он пришел Что он призван делать Как мессия И, соответственно, он знает Что он не призван делать Он говорит о себе, что он пришел для того Чтобы исполнить волю Отца И только ее И чего от него хотят люди Это второй вопрос Если они хотят того же Чего хочет для них Бог То есть, если их желания совпадают с волей Божьей И здесь есть, так сказать, стыковка То это одно А если люди просто хотят Использовать его Или использовать божественную силу В своих чисто корыстных целях И тем самым отвлечь Мессию от того дела Которое отец поручил ему исполнить То это совсем другое Это во-первых Во-вторых Ишо, конечно же, видит Что проблема тут Не только А может быть даже не столько В этом брате Который нарушает заповедь О разделе имущества О разделе наследства А в том, что сам истец То есть, сам человек Который пришел с жалобой на брата Нуждается в определенной корректировке И, конечно же, именно поэтому Он дальше Говорит Берегитесь любостяжания И рассказывает притчу Давайте теперь прочитаем притчу Иван Гриотлуки 12 глава Я читаю с 16 стиха И сказал им притчу У одного богатого человека Был хороший урожай в поле И он рассуждал Сам с собой Что мне делать? Некуда мне собрать Плодов моих И сказал Вот что сделаю Сломаю житницы мои И построю больше И соберу туда Весь хлеб мой И все добро мое И скажу душе моей Душа моя Душа, простите Много добра лежит у тебя На многие годы Покойся Ешь Пей Веселись Но Бог сказал ему Безумный В эту ночь Душу твою Возьмут у тебя Кому же достанется То, что ты Заготовил На этом Кавычки закрываются Речь Бога К человеку К этому Заканчивается И дальше Снова говорит Ишо Так бывает с тем Кто собирает сокровища Для себя А не в Бога Богатеет Вот такая вот притча Очень интересная Хочу, чтобы мы с вами Прежде всего Обратили внимание На то слово Которое в рассуждениях Богатого человека Встречается чаще всего Некуда мне Собрать плодов моих Сломаю житницы мои Соберу туда весь хлеб мой И все добро мое Скажу душе моей Много добра лежит у тебя Я мне мое Некоторые иногда называют Эту комбинацию Несвятой троицей Она здесь просто Бросается в глаза И очевидно Именно на этот факт Ишо Хочет обратить Наше с вами внимание Что герой притчи Собирает сокровища Исключительно для себя В центре всех его Расчетов И выкладок Только он сам Его имущество Его сытость Его покой И его удовольствие И при этом он считает Себя полновластным Хозяином Не только урожая И житниц Но и собственной души Говорит Одни житницы Сломаю Другие построю Хлеб сложу И душе скажу Душа живи То есть у него Все это идет На одном дыхании То есть все у него Под контролем И житница И хлеб И душа его То есть его жизнь По его представлениям Жизнь зависит Прежде всего от хлеба И от всякого прочего добра Которое можно сложить В житницах Однако выясняется Что в его расчетах Есть пара ошибочек Во-первых Оказывается Что под контролем У него на самом деле Далеко не все Как он думал Например Он вдруг обнаруживает Что не властен Над собственной душой То есть Над собственной жизнью Говорит он Своей собственной душе Может все что угодно А вот решить Сколько ему прожить На самом деле Много лет еще Или всего лишь пару часов До наступления ночи Это решать не ему Как выясняется Наш герой не учел Одного небольшого фактора В своей формуле жизни Которую он вывел Этот фактор назывался Бог Здесь очень интересно Написано Но Бог Сказал ему Но Бог Все было хорошо Но Вдруг появилось Какое-то но Во всех этих Историях Бог Здесь вдруг Как-то неожиданно появился Которого не учли И выяснилось Что Жизнь в первую очередь Зависит именно от него А не от житниц И не от хлеба От него Потому что Он ее дает Он ее поддерживает Конечно же хлебом И другими вещами И он же ее забирает Причем Тогда Когда придет срок И он Не всегда Не считает своим долгом Рассказать нам заранее Предупредить нас О том Когда этот самый срок Настанет Во-вторых Забыв о Боге Который на самом деле Выводит хлеб из земли Как мы говорим на иврите Амуци Лехем Мина Аретс Этот фермер Забыв о Боге Он забыл также о том Кому на самом деле Все принадлежит И земля Из которой хлеб выходит И хлеб сам Он возомнил самого себя Великим собственником А не странником И пришельцем Он забыл Также и о том Что однажды Он предстанет перед Богом И даст ему полный отчет За свою жизнь На земле В том числе За то Как он пользовался Всеми предоставленными Ему ресурсами То есть Временем Землей Хлебом И другими То есть Одним словом Мы видим сами Что человек жил Не в реальности А в иллюзии У него было искаженное Видение И себя И жизни И глубокое заблуждение О месте денег В этой жизни Он жил Другими словами В обольщении богатством То есть С уверенностью В том Что раз есть деньги У меня все отлично Другой вариант Того же обольщения Это обольщение богатством Которого еще нет То есть убежденность в том Что все будет отлично Как только у меня будет Больше денег И мысли о том Что деньги решают Если уж не все проблемы То по крайней мере Большинство Посещало конечно же Наверное Каждого из нас Себе могу положа руку Носиться Сказать Что за мои 46 лет Она посещала меня дважды А может быть даже трижды Да От этих визитов Я не записывал К сожалению Но думаю Что первый из них Состоялся наверное В детстве Почему я так думаю Потому что Недавно Моя шестилетняя дочь Завела себе Такой маленький кошелечек Стал в него собирать Всякие денежки Причем вот Где-то здесь у меня была Монетка в 10 огород Извините Наверное я ее уже убрал Она говорит мне Папа Ты мне такие монетки Давай Вот такие желтенькие Я говорю А может тебе дать Серебряную такую монетку Один шекель Достоинством Нет пап Серебряные эти не надо Мне надо вот эти вот Желтенькие Они самые настоящие Они золотые Они самые важные Но я не стал ей объяснять Потому что они еще не проходили Десятые доли В своем первом классе Что такое Десять Сто И так далее Для нее сто Это слишком большая цифра еще Но суть не в этом А суть в том Что когда я ее спросил Доченька А что ты будешь делать Со всеми этими денежками Которые ты накопишь В своем кошельке Зачем они тебе Она сказала мне Папа Они мне нужны Чтобы быть богатой Я говорю Вот такой вот я Занудный папа Я не удовлетворился Этим ответом Хотя наверное должен был Я говорю Доченька А зачем тебе быть богатой А это на мне Ребенок шестилетний ответил А чтобы покупать себе Всякие вещи И делать шопинг Конечно Нашей беседой Было продолжение Я о нем еще расскажу Но суть в том Что уже в детстве Я вижу Как вполне обеспеченный Ребенок Который не нуждается У которого Есть вполне достаточно И еды И одежды И игрушек И других развлечений Уже в этом возрасте Она все равно мечтает О богатстве Ради шопинга В эту ловушку Обольщение богатства По-моему попадаются Самые разные люди И понять что И ты тоже В нее попался Иногда нелегко По-моему Можно прожить Всю жизнь И так и не осознать Что не ты владеешь Деньгами А они Тобой Иногда хороший Но может быть болезненный Шанс Осознать этот факт Это стать Жертвой Собственного Любостяжания Если им воспользуется Какой-нибудь Мавроди Или кто-то В этом духе И кстати Мавроди Это совсем не Исключительно Русское Явление В Соединенных Штатах Америки Был Относительно Недавно Свой собственный Мавроди Очень громкое дело В центре которого Был Некий Бернард Медов Обманувший Очень много людей И И не бедных людей В том числе Как выяснилось Американцы Сделаны из того же самого теста Что и все мы Тоже как Буратино Несли ему Свой золотой В надежде вырастить Деревце Золотой Мошенников Можно встретить К сожалению К большому сожалению Моему Также и среди тех Кто называет себя верующими Потому что Не всякий Кто говорит о сборе Пожертвований Всегда действительно Собирает их На дело Божье Но о пожертвованиях Чуть погодя Сейчас я возвращаюсь К вопросу О обольщении Богатством Точнее О механизме Действия Этого обольщения Мы можем Услышав Выражение Обольщение Богатством Легко Изменить Окончание Слова Богатство И сказать Обольщение Богатства То есть Как будто Богатство Обольщает Богатство Гипнотизирует Богатство Говорит Вот я Возьми Меня Вот я До тебя Здесь Что же Ты смотришь Понятно Что Деньги Они не только Запаха не имеют Как говорится Но они еще Не говорят Да Говорим Мы сами Собой Говорят Наши Мысли Поэтому Это не Обольщение Богатства Как Кстати Написано По моему Марка А обольщение Богатством То есть Это мы Почему-то Поддаемся На это Обольщение Я хочу Понять Я задаю Вопрос О том Как мы Устроены Почему Это Обольщение Действует На нас Почему Этот кусок Сыра Если Образно Выражаться Под названием Деньги Вызывает У нас Такое Обильное Слюноотделение Что мы Бросаемся В эту Мышеловку Иногда Просто Как голодная Крыса На этот Кусок Сыра А если Вдруг Эти деньги Этот кусок Сыра Исчезает Из вида То мы Испытываем Не приступ Жадности Как в первом Случае Когда мы Бросаемся А приступ Страха И в таких Ситуациях Мы Как-то Начинаем Очень Интенсивно Цитировать Один стих Из Нагорной Проповеди Что нам Есть Что нам Пить Во что Нам одеться Цитировать Конечно Совсем Не так Как мы Цитируем Писание Когда мы Делаем Это с выражением В присутствии Людей Уверенно Как полагается А как-то Неуверенно С озабоченностью В голосе Мы начинаем Этот стих Цитировать В чем же Механизм Этой Мышеловки Насколько я понимаю Этот механизм Основывается на том Что пока Мы не Рождены Свыше Наше тело Вот это вот Наше физическое тело Влияет На наше Поведение И на наше Мышление Гораздо сильнее По-моему Чем было задумано Творцом Что я имею ввиду Попросту говоря Простите Я не верю в то Что когда Ева Задерживалась С ужином Голодный Адам Терял терпение Так же быстро Как Чуть не сказал Мы с вами Я буду говорить За себя Как я То есть Я думаю Что его тело Хотя оно и Нуждалось в пище Оно не имело Над ним Той власти Которую Наши с вами Тела Сегодня Имеют Над нами Но прежде всего Прежде чем мы будем Дальше об этом говорить Откуда мы это знаем Это всегда Очень хороший вопрос Я вам советую Его почаще задавать Откуда вы это знаете Моя дочь и моя сына Они дети все еще 6 и 12 лет Они все время Мне этот вопрос задают Папа Откуда ты знаешь Сын сейчас В своем подростковом возрасте Чаще этот вопрос задает Подвергает Мой авторитет Сомнению И мне это очень нравится Меня это не пугает Откуда же мы знаем Это Что наше тело Сейчас Имеет Над нашими Телами Простите Над нашей жизнью Большую власть Чем это было Задумано Богом Ведь Можно сказать Что читая Первые главы Бытия Мы там очень мало Видим О жизни людей До грехопадения Действительно Это очень мало Написано Но Мы читаем Послание Кремль В 7 главе Я читаю Я читаю А зло Против закона моего разума И делающий меня пленником Закона греха Который действует во мне Несчастный я человек Кто освободит меня от этого Смертоносного тела На данном переводе написано тело смерти Понимаете Бог создал человека Дал нам с вами тело И вдруг каким-то образом Это тело стало телом смерти И Павел здесь описывает конфликт Который происходит между тем Что человеку диктует его совесть С одной стороны и требованием Или диктатом его природы Греховной с другой стороны Причем природа не просто Его души или его духа А тем что диктует человеку его тело Греховный закон или принцип греха Павел видит не в дьяволе Причину всех наших бед Не в каком-нибудь там мавроде То есть не в чем-то вне человека А в нем самом И возникает вопрос А как же грех попал в человеческое тело Насколько я понимаю Так же как и большинство вещей Попадают в наше с вами тело Через рот А нам с Евой что-то съели И вот с чего начались Все наши беды С еды Но может быть вы думаете Что мы же верующие Наши беды заканчиваются В тот момент Когда мы становимся верующими Но мы с вами понимаем Что это не так В первом корейственном Например Павел пишет о себе Что он усмиряет И порабощает свое тело В 9 главе 27 стихе Что же получается Он понимает Что несмотря на то Что он уже рожден свыше Более того Он не просто рожден свыше Он служитель Более того Он не просто служитель Он апостол Который проповедует Евангелие И основывает общины Апостол с потрясающей властью Он о себе все равно говорит Что у него есть необходимость Усмирять и порабощать свое тело То есть несмотря на свое Духовное состояние Несмотря на то Своё служение Особенное Он говорит Что тело Это по-прежнему Если образно выражаться Опять-таки Строптивая кобыла Которую нужно держать в узде И контролировать очень крепко Также и апостол Яков Пишет в своем послании Что Несогрешающий в слове То есть контролирующий свой язык Может обуздать Обуздать Все тело Надеть узду на тело Понятно что это не так легко Если он специально об этом пишет То есть получается что тело Претендует на господство Над всем человеком И в большинстве случаев Нужно признать что ему это удается В чем это проявляется Это проявляется в том Что мы с вами в первую очередь Думаем О том как восполнить Наши физические И материальные потребности Это не то что мы не думаем Вообще о нашей душе О совести Обо всем прочем Мы думаем Но на сытый желудок А на голодный желудок Как-то плохо Обо всем этом думается По крайней мере Опять таки Я за вас не буду говорить Я опять таки говорю Только за себя Когда наше тело Своё не получает Вовремя Тогда возникает Искушение Что наша животная Натура Выходит на первый план Инстинкт Объявляет Совести Войну Не на жизнь А на смерть Кто победит в этой войне Большой вопрос Пример Если говорить О неверующих людях Во время Последнего обострения Нашего конфликта С арабами В Иерусалиме Где я живу В какой-то момент Возникла Нехватка Противогазов Раздавали В нескольких Пунктах В городе И Тогда вдруг В одном из них Запас Противогазов Начал иссякать Что началось Как вы думаете Драка Вы не ослышались Евреи Израильтяне Дрались друг с другом За противогазом Стыдно? Да Очень Очень стыдно Но это еще Просто лишняя иллюстрация Того факта Что сами по себе Мы Евреи Ничем не лучше других И кстати Эта иллюстрация Далеко не самая жесткая О чем я говорю Я говорю о том Что Человеком Который не рожден свыше Управляет Как правило Его тело Если не целиком И полностью То в значительной степени И это не то Что было задумано Богом изначально И в таком случае У человека Основные вопросы Его Это что есть Что пить И во что одеться Ишуа сказал Что всех этих вещей В первую очередь Их именно Ищут Кто? Язычники Люди бога Не знающие Живого бога И таким образом Все то что можно Вот эти вещи Еда И противогаз И все остальное Что покупается В нашем мире За деньги Оно становится Не просто ценностью А сверх ценностью То есть идолом И соответственно Поскольку это покупается За деньги То идолом становится Имамона И вот Весь нехитрый механизм Этого обольщения богатством Нехитрый Но работающий Исправно уже Тысячи лет